Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я Святослав Савенков. Рад приветствовать вас в нашей студии. Вы смотрите передачу «Разберемся». Данный проект мы, Одинцовское телевидение, делаем совместно с общественной палатой нашего района, а также с вами. И все вместе стараемся разобраться с наиболее важными и актуальными вопросами в жизни нашего Одинцовского района. Так, сегодня мы поговорим о помощи многодетным семьям, а также о праздновании Дня защиты ребенка, который прошел совсем недавно. В нашей студии сегодня Светлана Юрьевна Исаева, заместитель председателя комиссии, которая занимается здравоохранением, социальной политикой, трудовыми отношениями, качеством жизни населения, развитию добровольческого движения, благотворительности и волонтерства. Здравствуйте. Здравствуйте. А также Светлана Геннадьевна Налепова, ответственный секретарь общественной палаты. Светлана Геннадьевна, Светлана Юрьевна, здравствуйте еще раз. Ну, опять я, к сожалению, не между вами сижу. Уже второй раз не получается загадать у меня желание. Ну, что поделать, Бог Троицу любит, наверное, в следующий раз все-таки повезет. Давайте мы сегодня поговорим о том, как все-таки у нас в районе встречали День защиты ребенка, как прошло это мероприятие и какую роль в нем принимала общественная палата нашего района. Ну, я хотела бы, наверное, обратить внимание на очень серьезный, даже сказать, уровень областного уровня праздник День защиты детей, который прошел в Снежкоме. И общественная палата в виде двух общественников, женщин, которые занимают социальной защитой, это Светлана Исаевой и, соответственно, меня, приняли активное участие в организации этого праздника. Мы не просто организовали концерт, волонтеров от Одинцовского района, но и с помощью администрации Одинцовского муниципального района было организовано три автобуса, которые доставили наших детей, артистов и волонтеров. То есть порядка 150 человек на этот праздник. А серитриально где это находилось? Это город Красногорск. Город Красногорск. Да, это город, да, не близко, это город Красногорск. Очень важно, что принимали именно наши дети. Волонтерами пошли волонтеры от общественной палаты и молодежного парламента, и благотворительного фонда Лизонька с аквагримом даже, да, и школьники СОЖ Дружба откликнулись. Мы проводили уроки мужества, они откликнулись на вот это мероприятие поучаствовать. То есть через, в том числе, уроки мужества доносилась информация о том, когда будет мероприятие? Да, что будет праздник, что вот есть возможность поддержать деток с ограниченными возможностями, очень нужна помощь, и с колясками, и каким-то образом на праздники проводить свой досуг нужна помощь. Светлана Геннадьевна, а расскажите в двух словах, что вообще это за праздник, День защиты детей, как вообще получилось так, что мы его празднуем, и в конце концов, кого мы в этот день чествуем? Ну, мы чествуем детей, и самое главное, это принцип защиты детей. Инициатором вот этого областного праздника, одним из инициаторов, стала Оксана Пушкина. И если как бы в курсе жителей района, то она сейчас у нас, ее кандидатура выставлена в качестве уполномоченного по защите прав детей, и не случайно она стала одним из главным инициатором этого праздника. И появился вопрос о сборе инициативных общественников в этой сфере, и вот мы туда попали. Можно я добавлю? Конечно, давайте. Да, я хотела бы сказать, что это удивительный праздник, и я хочу сказать и передать огромное спасибо, потому что родители и дети просто в восторге. Мне бы хотелось сказать о том, что на этом празднике был проект «Лыжи мечты», и губернатор тоже, вот Светлана сейчас как бы скажет, губернатор тоже его посетил, и там детки, и все различные детки, и дети с ограниченными возможностями, и обычные дети приняли участие. И вы знаете, до этого там дети даже слепо-глухонемые. Это такой удивительный проект. Это дети с аутизмом, да, они начинают говорить, поэтому это было очень здорово. И хотелось бы сказать, что мы вот там, да, приняли решение, что это не будут артисты-выступатели, какие-то звезды. Звезд там было предостаточно, конечно. А будут выступать дети, как Светлана сказала, что это были наши коллективы, я не буду перечислять, но низкий поклон. Это наши музыкальные школы, районы, города, великолепные. И мы хотели сделать, чтобы дети с ограниченными возможностями наши тоже приняли участие. Двое, к сожалению, заболели вот к этому. Но Кристиночка Лбова, мне хотелось бы сказать, она великолепно выступила, спела песенку, выглянуло солнышко. Все прекрасно ее приняли, и было, конечно, очень замечательно. Поэтому праздник был очень хороший, очень такой, я бы сказала, масштабный. И, надеюсь, что не последний. То есть, если я правильно понимаю, имелась концертная программа, а кроме нее какие-нибудь, может быть, подвижные игры или что-нибудь подобное для детей устраивались? Там очень много было различных мастер-классов, другие районы. Там было четыре района представлено. Мастер-классы были, был аквагрим, дети занимались аппликацией. Там были психологи, которые рассказывали родителям об усыновлении. Мы привезли, у нас есть детский дом «Благо». Там, конечно, не так осталось мало деток, было пятеро. И скоро, конечно, вообще уже там никого не останется, они пойдут в семьи. Но мы их тоже пригласили, они были там. Ну, а Оксана Пушкина, это просто боец супер. Это человек, который, я могу сказать, что работая, она председателем является в нашей комиссии по здравоохранению социальной политики. Это человек, который... Московская область. Московская область, да. Общественная палата. Да, общественная палата Московской области. И вы знаете, вот, ну, вроде бы звезда. Вот мне бы хотелось поделиться, потому что и в интернете сейчас есть. Вроде бы звезда, но, вы знаете, столько, сколько она делает адресно для детей, для организаций, для конкретных детей-инвалидов. Это, ну, просто удивительно. Поэтому работать с ней одно удовольствие, и мы, конечно, обязательно будем вместе сотрудничать и будем ее поддерживать. Если я правильно понял, из ваших слов в мероприятии принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьев. Расскажите, пожалуйста, вы ведь как общественники наверняка не могли не использовать подвергнувшиеся возможности. Конечно, такую возможность мы не могли. О чем спрашивали, вообще говорили ли с ним? Где-то примерно в середине мероприятия был организован круглый стол с губернатором. И всех инициативных женщин, которые организовывают этот праздник, в той числе и нас, оторвали буквально от праздника. Буквально на полчаса мы очень сильно сопротивлялись, потому что дети остаются в празднике без нас. Мы уже погрузились в этот вопрос, но мы не могли не использовать этот шанс. И, конечно, с удовольствием пообщались с губернатором Московской области Андреем Юрьевичем Воробьевым. Но вопросы мы ставили социального предпринимательства. Но я считаю, что самые главные вопросы, которые заданы, были заданы Светланой Саевой. Я думаю, что лучше ее никто не хочет. Прошу, давайте действительно поговорим. Вы знаете, мне бы хотелось начать с того, что когда губернатор нас пригласил, и мы как бы увиделись, мне очень поразило, во-первых, его настрой, когда он сказал о том, что он не мог не приехать именно к этим детям. Потому что понятно, что на 1 июня на День защиты детей очень много мероприятий, которые он мог посетить. Это очень важно. Все задавали вопросы. Первый мой вопрос, который был адресован, это о возврате денежных средств за реабилитационные средства технические для инвалидов и для детей инвалидов. Мы недели две за три анонсировали в нашей комиссии, в общественной палате Московской области, этот вопрос. Как бы готовы были, они его знали. И что поразительно, была Фаевская Ирина Клавдина, это министр судзащиты. И когда я говорила о том, что, Андрей Юрьевич, ну так нельзя, вы понимаете, потому что они сейчас эти средства не могут получить в том объеме, потому что соцзащита перешла на фонд социального страхования, вся эта история. Это невозможно. И тогда, в конце разговора, Ирина Клавдина сказала, что мы можем вас поздравить, вопрос решен положительно. И мне бы хотелось, пользуюсь... То есть он был решен до, я так понимаю, вашей встречи, просто вы не были информированы, так понимаю, об этом, да? Ну, я думаю, да. Получается, какая ситуация сложилась? Да, но это пока не было официально. Да, и мне бы вот хотелось воспользоваться этим эфиром и сказать о том, что жителям Одинцовского района, что и инвалиды, и дети инвалиды, которые, значит, должны получить и денежные средства за 14-й год, они получат полностью в фонде социального страхования. Единственное, я хочу еще обратиться с одним вопросом и сейчас сказать, что если в следующих программах будет наша комиссия Лариса Александровна Сизюкова, можно будет к этому подойти. те люди, которые подали вот это все, что они купили с 1 декабря по 31 декабря, они как бы не вошли вот в эту историю. Я считаю, это несправедливо, и мы будем это обсуждать и в общественной палате, может быть, и в правительстве нужно обратиться, потому что там был разрыв с 15-го, допустим, по 30-е, когда переходило это все, и они остались. Я считаю, что это несправедливо. Будете ли вы со стороны своей комиссии как-то этот вопрос форсировать? Обязательно, обязательно, и я думаю, что он решится положительно. А если, Светлана Юрьевна, какие-то примерные прогнозы, все-таки сколько по времени это займет, потому что люди ждут, понятно, что нужны какие-то результаты, сколько все-таки примерно хотя бы им ждать? Вот именно, что с декабря? Каких-то итогов, да, о них я говорю. Ну, я думаю, что мы сейчас быстренько начнем это решать, постараемся, но месяц, наверное, надо взять. Порядка месяца. Это минимум, Светлана, месяц надо взять. Но мы так вот адресно это сделаем. Второй вопрос, который я обратилась к Андрею Юрьевичу, это вопрос следующий. Но он актуален везде, не только в Одинцовском районе, а вообще по всей Московской области. Это получение лекарств, организация лекарств для детей с ограниченными возможностями, которые не входят в список бесплатных. Мне, конечно, могут сказать, что о том, что можно есть аналоги, да, но поверьте, есть такие аналоги, которые не подходят. Если здесь доктор прописал, возможно, аналог, ей нужно, маме приходится покупать дорогой препарат, то эпилептолог, с которым они приходят в некоммерческие организации, фонды, у них другого пути нет, он четко пишет, препарат замене не подлежит. Я говорила о том, что у нас таких детей тоже очень много. Дальше. Прохождение генетических экспертиз, потому что я говорю о тяжелых детях. Это дети с мозговыми различными аномалиями, это дети с эпилепсией и так далее. Генетические экспертизы. И самое главное, реабилитация. Поэтому я предложила и сказала, что наш президент, Владимир Владимирович Путин, об этом говорил. И я понимаю, что, может быть, это закон не наш районный, скорее всего, областной или федеральный. Но я сказала о том, что мы не просим денег вперед, те некоммерческие организации. Мы говорим о том, что мы все это сделаем, оплатим, но есть такая вот вещь, история, что можно вернуть компенсацию. Этот вопрос остается сейчас открытым, но он дан в решении, и мы ожидаем решения. Это компенсация благотворительным фондам. Можно я поясню, но только тем некоммерческим организациям, которые помогают детям адресно. Адресно обязательно социально направленным, потому что некоммерческих организаций и фондов очень много. И компенсация будет выдаваться только за то, за эти услуги, за лекарства и возвращаться. Документально подтверждено. Документально подтверждено. Ни на что другое, ни на какие там благотворительные праздники и так далее и тому подобное. Такой опыт есть в России, поэтому почему бы... То есть речь идет именно о медикаментах в данном случае? Речь идет о генетических экспертизах. И о медикаментах, и медицинских каких-то услугах. Да, да, да. Это определенный список, да. Но я считаю, что мне показалось вообще очень положительной встречей. У меня эта встреча была первая, и поэтому у меня очень хорошие впечатления остались. Тем более вот Светлана потом будет говорить о своих вопросах. Сразу есть обратная связь. Да, сразу обратная связь. Мы сейчас о ней поговорим. Уважаемые телезрители, напоминаю, что сегодня мы говорим о дне защиты детей, а также о помощи многодетным семьям. Если у вас имеются какие-либо вопросы, телефон прямой линии 508-86-84. У вас имеется возможность прямо сейчас позвонить нам и задать вопрос представителям общественной палаты нашего района. Светлана Геннадьевна, давайте вернемся к вопросу именно обратной связи, которая у вас имеется после данной встречи. Все-таки с кем вам предложили поработать, кто помогает вам в мониторинге данной ситуации? Есть определенные общественные инициативы по развитию социального предпринимательства. И фактически предложения, которые были озвучены, они сразу же были озвучены дальше на совещаниях в виде заданий. Это по поддержке, по субсидиям именно социального направления предпринимательства. Эта тема очень большая, я предлагаю это обсудить в отдельной передаче. У нас сейчас вопрос о многодетном, может быть... Действительно, многодетные семьи, насколько мне известно, это отдельный вопрос, отдельная, как ни страшно, проблема в нашем районе. Тем не менее, нашим многодетным семьям, насколько мне известно, опять же, идут на встречу. Не так давно у нас произошло совещание, которое было посвящено данной теме. И мы сейчас вернемся к этой теме сразу после того, как примем звоночек от нашего телезрителя. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Да, мы вас слушаем, мы вас слушаем, мы вас слушаем, мы вас слушаем. Если можно, пожалуйста, чуть-чуть погромче и повторите, у нас не очень хорошая связь, к сожалению. Алло. Да, 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 я вас слушаю. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, а чем отличаются дети Москвы от детей Московской области? У нас у меня многодетная семья, четверо детей. Когда я хотела сделать многодетное удостоверение, мне сказали, что здесь многодетность считается по первому ребенку. В Москве многодетность считается по последнему ребенку. Вот чем дети Москвы отличаются от детей Московской области? Объясните мне, пожалуйста, почему отличается положение по многодетной семье? Есть какие-то корректирующие вопросы? Все ли понятно на вопросе? Я вот не понимаю, что такое с первого ребенка. Ну, многодетные это с трех человек, да? Да, это с трех человек, многодетные. По крайней мере, да, для соцзащиты мы многодетными считаемся с трех детей. Для пенсионного фонда с пяти детей. И что значит с первого и с последнего ребенка? Если у вас трое детей, они рождены у вас в семье, соответственно, вы в многодетной семье. То есть вопрос непонятен, да? Если контакт, соответственно, останется, мы можем позвонить, уточнить. Действительно, я думаю, проблемы существуют. Очевидно, раз человек позвонил, я предлагаю вам оставить свои контактные данные. Я думаю, даже вы лично после эфира свяжетесь с человеком. Уточните, что именно у вас за проблемы. Я думаю, общественная палата как минимум консультационную поддержку вам окажет. А сейчас, уважаемые телезрители, я предлагаю посмотреть небольшой сюжет, который касается как раз-таки многодетных семей, а именно предоставлению им земель. 13 гектаров земли в деревне Труфановка Кубинского поселения в ближайшем будущем займут 109 многодетных семей Одинцовского района. Такую информацию на встрече с родителями озвучил начальник управления земельных ресурсов Владимир Локтев. Участок расположен близ Садового товарищества. Подъезд 150-200 метров по грунтовой насыпи. Тихое, уютное место. Есть территория для парковки, детской площадки и хоккейной коробки. Кадастровая оценка каждого надела размером 10 соток более 2,5 миллионов рублей. Распределение в порядке очередности. Незаболоченная местность, как многие пишут. Достаточно хороший грунт. Никаких ни ям, ни канав. Ну да, она там со своим уклоном, со своим рельефом. Но идеальный участок тоже достаточно сложно найти. От ручьев, отступленных 5 метров, как положено по закону, это будут земли общего пользования, по которым можно будет проходить, прогуливаться, встречаться с семьями. На встрече с Владимиром Локтевым присутствовали родители, которые за помощью в решении земельного вопроса обращались в общественную палату. Эта тема была на контроле. Не раз озвучивалась и поднималась. В итоге маховик запущен. На официальном сайте администрации пока размещена информация о 47 земельных участках в Труфановке. Это те наделы, которые поставлены на кадастровый учет. Как отметил начальник управления земельных ресурсов Владимир Локтев, пока на Труфановку согласились 15 многодетных семей. Исходить из того, что если нравится, то нравится, если нет, то нет. Вы держите сейчас нас. Мы не можем вам предоставлять участки. Уже сначала администрация в лице многих долго вас мучила. А теперь, на сегодняшний момент, из того, что происходит каждый день, у меня начинает складываться ощущение, что вы нас будете скоро долго мучить. И мы вам не сможем дать уже, потому что вы начинаете чуть-чуть метаться. Прозвучали на встрече и вопросы. Не заболочена ли местность? Как будут прокладываться коммуникации? Понадобится ли вырубка сухостоя? Владимир Локтев заверил собравшихся, что администрация района готова помочь во многих вопросах. Кроме того, специалисты прорабатывают новые территории. До конца года планируется закрыть земельный вопрос для 300 многодетных семей. Необходимую информацию по очередности можно получить в 207 кабинете районной администрации или по телефону 596 05 92. Ну что же, вот такое совещание не так давно прошло в Одинцовском районе. Мы сейчас подробно его обсудим сразу после того, как примем еще один звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте, меня зовут Воробьева Наталья, я мама ребенка-инвалида. Вот, вопрос в следующем. Значит, ну, известно, да, что ребенка-инвалиду положена отдельная жилплощадь, вот. А мы вчетвером живем в однокомнатной квартире. До этого 7 лет стояли на очереди, в этом году нас с очереди сняли. Несмотря на то, что появился вот второй ребенок, теперь нас четверо, дети разнополые, и все равно нас сняли с очереди на расширение жилплощади. Наталья, а причина какая-то объяснилась? Ну, они сказали, что вот по Одинцовскому району, да, значит, норма на одного человека не должно превышать 8 квадратов. А у нас по общей жилплощади, не по жилой, а по общей, получается, что на человека 8,7. Вот из-за этих 7 десятых нас сняли с очереди. То есть до этого мы каким-то волшебным образом стояли, появился четвертый член семьи, и нас сняли. И мне немножко вот непонятно, почему от общей площади считают, я же не могу ребенка поселить на балконе, правильно? Действительно. Да, жилая площадь у нас 18 квадратов, а общая 35. Вот считает от этих 35, и получается, что мы как бы вот не можем стоять на этой очереди. Мне вот просто вот хочется узнать, вот как вообще вот можно вообще этот вопрос решить. Скажите, а вы жители какого поселения? Мы в Одинцово живем, 5-й микрорайон. Действительно, Наталья, я вас попрошу оставить свои контактные данные, и я думаю, что общественная палата свяжется с вами либо сегодня после эфира, либо в ближайшие дни, и данную ситуацию, я так думаю, возьмет под контроль, потому что действительно это 4 человека в семье, и невероятно, из-за 70-х действительно метров. Вот такое возможно, но нужно посмотреть, почему с очереди сняли. Ну, в любом случае, Наталья, благодарю вас за звонок. Будем надеяться, что все получится разрешить и понять. А я пока представляю, уважаемые телезрители, вам нашего нового гостя, Михаил Владимирович Смакаев, участник инициативной группы как раз-таки многодетных семей Одинцовского района. Михаил Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Благодарю, что вы к нам сегодня приехали. Добрый день, аудитория. Что хочется сказать? Да, наконец-то наш вопрос сдвинулся с мертвой точки на собрание. В середине мая нам сообщили о том, что подобран участок, сообщили о намерениях обеспечить минимум 300 семей многодетных до конца года. План вполне интересен, внимание заслуживает аудитория. В эфире прозвучал вопрос касаемо, почему же многодетные не соглашаются, либо отказываются, либо наоборот берут даже без осмотра участков. Все очень просто. Можно я уточню цифру, извиняюсь, до сюжета, чтобы понять не было. В сюжете было объявлено, что 15 семей дали согласие, но сейчас, на данный момент, на сегодняшнюю статистику специально для передачи готовила. Из 109 семей, которым было предложено 109 участков, только 56, то есть половина, дали свое согласие. Остальные не дают ни отказа официального, ни соответствия, ни дают своего согласия. Официальный отказ означает только то, что эти участки им предоставлены не будут, и при следующем выделении участков, то есть следующим потоком, которым 300 объявлены были, им будут предложены другие участки. А их участок, который за ними зарезервирован, вот это место, оно перейдет к другим, кто в очереди. И получается, что задерживается сама выдача участков, и те, кто мог бы их получить, тоже не получают. Михаил Владимирович, представителю, давайте вам, унициативную группу, у вас спросим, почему такая ситуация сложилась. Я очень банально, для того, чтобы понять, почему так происходит, достаточно просто побеседовать с тем или иным, с той или иной многодетной семьей. Обычный телефонный разговор, разговариваю с многодетной мамой, спрашиваю, так и так, мы так долго шли к этому, почему же вы отказались от участка? Она говорит, Михаил, а вы понимаете, где он находится? Вы там были? Это лес. Это лес, и что там мы сможем сделать в этом участке? Ну, я объясняю, что в планах администрации есть сделать дороги, сделать электричество, обеспечить всем коммуникацию. Ну, и слышу вопрос, а вы действительно верите в это, что-то произойдет? И тут я развожу рукой, я не могу убедить человека или заставить его верить в то, что администрация на самом деле нам декларирует. Это раз. Потом есть люди, которые отказываются от участков. Почему они это делают? Почему они не отказываются, а почему они не отвечают, скажем так, и к ним направлено обращение, но никакой реакции не происходит? Потому что люди ждут. Что люди ждут? Люди ждут информацию о том, каким образом будут обеспечены эти участки, где, почему не опубликована очередь, почему не опубликован проект межевания, почему отсутствует проект электрификации, почему отсутствует сеть дорог, почему отсутствуют сроки выполнения этих работ, почему отсутствует информация о ответственных лицах, которые должны выполнять эти работы. Где информация о бюджете городского поселения Кубинка, о бюджете администрации Денцовского района, о том, какие средства на это направлены. То есть, возможно, какая ситуация, что подписав свое согласие, получив участок в лесу, получив собственность, мы на себя берем бремя налоговое, которое идет в местный бюджет. То есть за участок леса 10 соток деревни Труфановка кадастровая стоимость 2 миллиона 700 тысяч рублей. Соответственно, налогу, если мне кто-то подскажет, сколько это будет в налоговом исчислении, я буду благодарен. Я думаю, эта сумма приближена где-то к 10 тысячам рублей в год. Соответственно, даже эту сумму платить за невозможность с ней что-то сделать, наверное, это чересчур будет для многодетных. Это раз. Поэтому смысл, как только администрация сделает доступную эту информацию, она опубликует свои планы, опубликует сведения о состоянии очереди, опубликует, как-то сформулирует общий проект по этой деревне Труфановка и массово увидит. Тогда, возможно, будет ситуация, когда отказники обратно придут и попросят, дайте нам еще раз возможность. Михаил Владимирович, а вы как-то обращались именно с просьбой какие-то планы, проекты вам предоставить? Дело в том, что был вопрос, озвучен как раз на совещании в мае, Владимир Андреевич Локсю, о том, существуют ли какие-то нормы под ИЖС. Нам не нужно много, мы не хотим сверх норм, мы хотим столько, сколько положено. Есть ли под наши ИЖС, участок которого в деревне Труфановка, определенные нормы доступа к коммуникации? Начало было получено ответ, что существуют методические рекомендации. Где эти методические рекомендации, кто их придумал, кто их утвердил, где они находятся, в открытом доступе нет. То есть, пытаясь найти эту информацию в интернете, двигаясь от сайта к сайту, пытаясь как-то посмотреть опыт других регионов, понимая, что мы находимся перед определенным выбором, рискнуть или нет. Вот, риск для многодетных, он может быть очень проблематичный. Ну, я уже объяснил, почему, да, можно рискнуть, ввязаться, скажем так, вступить, получить собственность на этот участок и дальше пытаться двигать свою проблему. Но, еще хоть что замечу, почему я согласился на этот участок? Почему я, не осматривая его, согласился на него? Опять-таки, потому что администрация декларирует о том, что она готова исполнить, там, обеспечить 300 семей. Но у меня опять-таки вопрос, доверие или недоверие, сможет ли она это сделать? И получу ли я следующий участок доступный? Будет ли мне предоставлена возможность получить на другом участке? То есть, несмотря на риск, вы понимаете, что вы риск принимаете на себя, даже если отказываетесь? Нет, здесь уже идет разделение рисков. Первый риск, что мне там вообще никто ничего не даст, да, то есть я не дождусь. Администрация нет земель, мы это слушали, там, несколько лет, кто-то 10, но в моем случае с 11 года я 3 года слушал о том, что администрация нет земель. Но они были, она есть, просто вот сейчас ее нашли. Соответственно, будет ли потом после этой деревни Труфановки? Ну, я, скажем так, ответственно принимаю во внимание слова Владимира Александровича, говорю, что будет, так? Но не уверен. Поэтому я, несмотря на этот участок, я до не выезжал. Я принимаю только фотографии, комментарии отдельных родителей. Я подписал согласие, уже потом смотрел участок. Опять-таки, почему? Потому что уже, когда мне будет этот участок, я уже тогда смогу оставить право на этом участке. Не где-то аморфно, среди запутанной схемы законодательства по выделению земель, а бороться и разбираться именно на этом участке. Михаил Владимирович, вы сказали, что участок таки осмотрели, действительно, лес. Это красивый лес, тихая территория, удаленно от шоссе. Можно построить красивый шалаш. Ландыши, ландыши уже, наверное, отсвелили, только в самом таком находятся. То есть, инфраструктуры действительно нет. Ну, там деревня, адрес которой, опять-таки, был сказан на сайте администратора, есть информация по выделенным участкам, 47 штук. Сейчас уже больше должно быть. Сейчас уже, ну, наверное, должно быть больше. Лес, деревня Труфановка, улица Соснова. Так вот именно в планах администрации. То есть, соответственно, никакой там улицы пока нет. Должна вот-вот начаться вырубка деревьев, мы это ждем. Может быть, по первой полосе мы, конечно, туда приедем. По соседству находится СНТ Мичуринец. Насколько я понимаю, там вполне освоены участки, тоже часть леса присутствует. То есть, достаточно такое красивое, по сути, место. Но есть момент какой, что любую хорошую здравую идею можно загубить. Загубить. То есть, если вложить определенные там интеллектуальные ресурсы, а администрация не есть. Это трудовые ресурсы, административные ресурсы, бюджеты там разного уровня, то можно сделать очень красивый проект, и люди туда будут тянуться. Но если это, скажем так, дойдет до этапа представления собственности, а дальше разбирайте сами. То есть, на данный момент, действительно, получается ситуация, что вот это отсутствие уверенности действительно очень сильно напрягает людей. Вопрос. Уверенность происходит от наличия информации, либо отсутствия. В данном случае информация отсутствует. Более того, что на сайте администрации, о чем неоднократно мы указывали, что там информация по земельным участкам по очереди 2013 года. Буквально два месяца назад я видел документ, он был по состоянию где-то на апрель месяц 2015 года. Но сейчас я пытался найти этот документ к эфиру, у меня опять не получилось. Но вот это сайт администрации, лучший сайт признан. Михаил Владимирович, мне понятна ваша ситуация. Надеюсь, что с помощью общественной палаты вы по меньшей мере сможете какую-то консультационную поддержку получить. Но мы в любом случае не бросим. Хотя бы какую-то информацию получить, если уж и не план, то хотя бы какие-то действительно гарантии. Благодарю, что вы к нам сегодня прибыли. Слава Геннадьевна, вас тоже очень благодарю. Уважаемые телезрители, вы смотрели передачу «Разберемся». Сегодня мы говорили о многодетных семьях, о ситуации, которая возникла в Одинцовском районе, у тех, кому предоставили земельные участки. Но, к сожалению, пока что не предоставили никаких действительных гарантий того, что на этих земельных участках будет действительно возможно жить. Кроме того, мы обсуждали сегодня вопрос празднования Дня защиты ребенка. Если у вас имеются какие-либо вопросы, наш телефон 508-86-84. Звоните нам в течение недели. Кроме того, вы можете воспользоваться официальным сайтом общественной палаты, формой обратной связи или написать электронное письмо нашей общественной палате. С вами был Святослав Савенков. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова